Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи обзор рынков Свиствод. В рамках этого часа мы с вами рассматриваем прогнозы и торговые идеи, которые дают специалисты Свиствод Банка на русском языке в 7.30 утра по Москве. И поэтому, кто из вас хочет торговать, естественно, заходит, смотрит эти обзоры, они открыты, и торгует по этим идеям. А в 12.00 мы вместе смотрим, что сработало, что не сработало, во что можно прямо сейчас зайти. И таким образом определяемся, как нам работать по этим прогнозам в целом. Давайте посмотрим на сами прогнозы и будем отслеживать их по терминалу MetaTrader 5 от компании Свиствод. Итак, Свиствод Банк, обзор рынков под главным экраном. Нажимаем на этот баннер и попадаем на страничку обзора. Сегодня он называется «Золото. Целевая точка. 14.60.50». Нажимаем на ссылочку русский и попадаем на русскоязычную версию обзора, который начинается, как обычно, с евро-доллара. Значит, сегодня утром специалисты Свиствод Банка видели евро-доллар на 1.10.90. Открываем вместе и смотрим, отработан ли этот прогноз. Хай дня был у нас 1.10.67. Нет, 23 пипса не доход у нас. Что, на мой взгляд? На мой взгляд, да, это рабочий прогноз. Мне не выгодно, поскольку у меня евро проданный. Но это рабочий прогноз. И, на мой взгляд, вполне можно по нему постоять. Сейчас некоторый откат от хаев. Но такое впечатление, что динамика наверх сохраняется. Следующий прогноз. Фунт-доллар. 1.29.60 ожидаемая цель. Это гораздо ниже, чем моя цель. Но давайте вместе посмотрим. Фунтик. 1.29.56. А 60 было или нет? Давайте посмотрим на часовом графике. Вот я ставлю на отметочку, куда мы били по дню. 1.29.61. Ну, просто с миллиметровой точностью, что называется. Прогноз отработан, друзья. Ну, что для меня это... Причем на прошлом часе отработан и так давно. Для меня это не сильно хорошая новость, конечно. Поскольку велика вероятность отбоя. И так-то по-хорошему надо фунтика, судя по всему, крыть. Ну, жаба душит. Вот как обычно. Вы знаете. Жаба душит, как обычно. Хотя еще раз напомню. Сейчас минус 6 долларов у меня. В истории у меня накопленных плюс 15.99. И на мой взгляд... Даже сейчас, если все закроется, я ставлю сама с плюсом плюс 9. Дема долларов. Но нет. Подожду. Подожду. Тем более, если еврика ждут наверх активнее. Может быть, и здесь превысит прогноз. То, что прогноз исполнил, говорит о том, что теперь начинают работать другие факторы. И вот, на мой взгляд, эта динамика может вполне сохраниться. Во всяком случае, я в это верю. Да, вы скажете, пробой не состоялся в октябре 5 дней. В ноябре, 1 ноября не состоялся в 2 дня. И сейчас гарантии пробоя нет. Но, коллеги, когда-то должен быть пробой. Тем более, что это древко. Это флаг. Это конструкция. Продолжение тренда. Я бы, например, двинулся наверх дальше. Жду. Верю. Прогноз, еще раз напомню, самого Свисклотбанка исполнен. Но я жду его дальнейшего движения фунта наверх. Доллар японская иена. 109.15 нам показывают коллеги. Давайте смотреть. 108.93 и 109.15 пока не было сегодня. Но с точки зрения технического анализа вполне, вполне можно постоять, посмотреть его наверх. Проглашусь с этим прогнозом. Доллар-франк. Доллар-франк видит в другую сторону. 0.98.65. А на рынке, мы с вами сегодня франк обсуждали, было движение наверх. Опа. А его уже нет. 0.98.65 вполне себе реально. Коллеги, а вот продажа доллар-франка, смотрите, после сильного прохода наверх, мы вернулись на открытие, и сейчас все с нуля. Но сейчас динамика-то сверху вниз мы спустились, поэтому часовая динамика, естественно, выглядит уже больше как вниз. На часах виден вот такой торговый диапазон. И мне кажется, что время этого прогноза только сейчас-то и пришло. Наверх прогулялись, надо теперь вниз прогуляться. Да, мне кажется, попродавать доллар-франк сейчас будет интересно. Доллар-канадец. Поскольку я стою в фунте, то есть продаю доллар по фунту, то продать доллар по франку тоже вполне себе, скажем так, легитимно и объяснение. Доллар-канадец преобладает риск снижения 1.32. Видят коллеги, давайте смотреть, что у нас на рынке. 1.32.16, но мы были ниже. Давайте посмотрим, где мы были ниже. 1.32.06. Мы не дошли до цели. 6 пипсов не дошли. Мне кажется, это не настолько принципиальная разница. Я бы сейчас в реализацию этого прогноза уже не полез. И вообще пока нацию непонятно. Австралиец. Давайте посмотрим, что нам пишут про австралийцы наши швейцарские коллеги. 0.67.95. А австралиец 0.68.13. Он вниз не пошел. Сходил вверх, сходил вниз. И стоит на открытии. Да, вот это надо убрать уже. Он уже отработан давно. Нет, вы знаете, я бы сейчас вниз не пошел. Во-первых, непонятно. Ночью ничего такого не было сейчас. Кто же бы не пошел. Прямо на открытии. Посреди дня стоим на открытии. Вверх них сходили одинаково. Нет, не рискнул. Доллар турецкая лира. 5.761. Давайте смотреть, что в моменте. А он пошел вниз. 5.72.98. Доллар падает по турецкой лире, друзья. Мне кажется, поэтому и по франку он должен провалиться и по фунту. Мы об этом говорили утром. Но сейчас падение даже усилилось. Посмотрите, что происходит. Падение даже усилилось. Ну, как интересно. Если доллар падает по слабой валюте лира турецкая, то... По остальным валютам, что называется, сам Бог велел. Такс. Германский фондовый индекс, друзья. 13.310. Видят коллеги наверх. Давайте смотреть, как реализуется эта идея. Мы ударились наверху. Давайте поставим хайби. Мне даже интересно. 13.286. 310 не ударили и развернулись. Вот такой ужайший торговый диапазон. Восьмая торговая сессия. Хочется сказать наверх, наверх. Но, блин, непонятно. Просто непонятно. Нет, не рискну никуда. Коллеги, обращаю ваше внимание на практику аналитики, что у нас на Айтро и ТВ принято, что человек озвучивает идею только по тому инструменту, по которому он видит идею. Если нет, значит рынка нет. Вот так. То есть мы не обязаны давать прогнозы по всем идеям, по всем инструментам, которые видим. Если вы считаете, что непонятная ситуация, то совершенно нормально сказать, что рынка нет. Не знаю куда. Я, во всяком случае, заходить бы никуда не стал. СНП-500. Вот я жду на 3200. Коллеги видят 3139 пунктов. Ну, давайте посмотрим. Хайп был сегодня 3128 пунктов. Немного не дошли, но прошли достаточно много, коллеги. Кто стоит в росте до СНП, стоять можно. Сейчас брать с целью на 9 пунктов наверх я бы не стал. Но на 3200 вижу вполне. Каждый день практически обновляются исторические хайи, друзья. Так что давайте посмотрим месячный график. Вот так выглядит месяц. Ну и посмотрите, что творится. Красота. После мощной просадочки, которая была у нас в декабре 2018 года. Мощно провалились и ушли наверх. Ну, если говорить о параллелях, о корреляциях, о закономерностях, можно ожидать, что и в этом декабре провалятся. Пока никакого признака нет по месячному графику на СНП-500. По дневному графику на СНП-500. Пока лезем наверх. Далее, друзья. Так что в СНП-500 для интродейной торговли уже поздно входить. А кто в целом видит движение наверх в ближайшие недели-двух, вполне-вполне заходить можно. Золото. 14.60 видят коллеги. Давайте посмотрим, что у нас по золоту. 14.60. Цель выполнена. Сколько снижения сегодня составляет по золоту? 9 долларов? Да ладно, серьезно? Так, слово за слово. Снизились с уровня в целых числах 14.67 до уровня 14.58. Снижались. Сейчас чуть отбились. Цель реализована. 9 долларов проваливались. Можно было хорошо заработать. Так что теперь думаем что-то новое. В рамках торгового диапазона увидели коллеги, что отбились от сильной границы наверху 14.72 и двинулись вниз. Хорошо, отличный прогноз. Поздравляю специалистов с рисководбанка с отличным прогнозом, который позволил людям хорошо заработать, не сомневаюсь. По серебру 16.79 назвали утром цель. Давайте посмотрим, была ли она отработана. Сейчас я посмотрю. Да, 16.79 было. Была 16.79.48, а здесь 16.79 просто 0.0, да. Ну, дело в том, что на серебре пипсы уже, конечно, такую... Все равно на них тоже зарабатывает. Ну, немножко, скажем, не дошли. Но входить, конечно, поздно. А сколько, кстати, до центов или долларов провалилось сегодня серебро? Давайте посмотрим. С уровня 16.94 до уровня 16.78, да. Это получается... 16 цент. Ну, я думаю, что надо остановиться. Я думаю, что надо уже тоже тут остановиться. Поздновато заходить, без сомнения. Три копейки не поймаешь, а прогноз отработан. Сарая нет. 58.40. WTI. Давайте смотреть. Ударились мы наверху сегодня. 58.05. 35 центов не дошли. Развернулись, снижаемся. Нет. Тут как-то так остановили достаточно резко. ХАИ обновили. И достаточно резко двинулись вниз. Гарантии, что пойдем на второй штурм, я особо не вижу. Я бы сейчас не рискнул заходить в этот прогноз. Вот так, друзья, выглядят прогнозы от путанией торговой идеи от Свистклодбанка. Мы увидели и реализованные прогнозы, и те, с которыми мы не согласились, и те, в которые можно заходить прямо сейчас. Те, кто с ними согласны. Так что самый широкий спиктр открывается для тех, кто хочет торговать по торговым идеям Свистклодбанка. Свистклодбанка, напомню, что утром появляются эти обзоры на русском языке, в том числе «Добро пожаловать торговать». Спасибо коллегам из Свистклодбанка. Желаю всем успешной торговли.